все познается в сравнении говорят в народе иногда вот порываюсь купить помидоров ну они знаете как я с яблоками сравнивал даже если у нас красивые яблоки то они не такие вкусные не такие вкусные а вот едешь в южные страны и просто объедение тоже сам помидоры солнце не видели странно вроде были жаркие дни они еще не поспели вот но цены цены это да не знаешь это то ли плакать то ли смеяться подходишь значит уж который день не падают цены уж сколько конец второго месяца уже помнится я раньше каждый год летом любил смотреть сериал приключения необычайные приключения солдата чонкины что ли там как раз едят они это картошку едят помидоры я обычно бежал покупал и и тоже всегда у меня почему-то вот рефлекс когда я по телевизору и в кино вижу мне почему-то это хочется вот а сейчас кусаются цены просто 300 рублей она бы ничего вроде кажется ну ладно ладно но начало сезона потом это вообще должны уж подешеветь мой сосед вообще как-то шел и говорит я соседу сверху 3 ведро говорит подарил помидоров соседу снизу но он за пол цены хотя бы мне продал бы да он стесняется кто вот тоже как поднаторел у нас вот а торговать шомарган да те конечно те конечно сидят тут до морковкину заговение и упорно вот хотят вот свой там лишний стольник урвать и я им говорю настоящие то производители мне когда сидеть они вот я заметил вот тот кто собирал ягоды там где-то привез или кто-то там выращивает они потому что на второй день надо опять ехать и чтоб товар не пропал они посидят посидят и отдают да со скидкой я им говорю цену напишите тогда вот женщина писал там огурцы 70 рублей я не заметил к сожалению оба не обе кучки забрал а то подходишь из неудобно как-то там цену загнут так вот 300 рублей я им сказал все познается сравнение я зашел магазин огромной пачки диска чая 300 рублей стоит гринфилд и вот я им говорю 1 наверное так себе игру это вы заварить не умеете это крупно листовой чай у нас вот не умеет люди чай заваривать просто говорю надо просто посуду прогреть сполоснуть потом не не перекипятить воду а именно 90 градусов черный чай зеленый 70 градусов немножко заварить а потом дать поддержать и постоял чтобы потом развивать и аромат есть так нет у нас народ не умеет даже в таджикистане насколько уже вроде там специалисты по чаю зеленый чай пьют ну я заметил вот кто-то там шутит говорит сидишь горит пиалы что ли моешь у меня тоже родители игнорировали там на пачке чая было написано всегда индийского сполосните там диск прогрейте потом значит на одну треть залейте а подержите а потом через пять минут можно значит заливать нет они всегда игнорировали и вот мама сидела и переливала вот так из чайников пиалу и обратно а оказывается всего лишь надо было к инструкции прислушаться и все вот ну сравнивал я уже с молоком деревенским полтора литра молока стоит 100 рублей это значит четыре с половиной литра молока это килограмм помидоров четыре с половиной литра молока а какая энергетическая ценность там молока это вообще конечно гораздо это и на такой шикарной траве не пасутся и качество хорошие у них и масло и всего молочных продуктов зеленая трава и тут помидоры да вот все зависит от того где произрастает потому что орехи вот привозят на базаре и там такие цены такие цены даже старые орехи я помню пошел на один базар и там с таджикистана стоит знакомый торгует и мне вот на голубом глазу как говорится вот твердит это говорит новый урожай до меня не дошло это было значит пол вторая половина лета или середина лета мне надо было задуматься если это новый урожай почему у тебя очищенные малорейки очищенные долго не хранятся женщина подошла он играет да да это этого года урожай этого года и просто продал ей на самом деле есть новый урожай то где не очищенные то обычно они так бывают не очищенные вот какой там новый урожай в середине лета с ума сошли я вон был в одессе и они где-то обычно всегда я в августе приезжал и там еще не совсем поспешили но все равно помню у брата там значит он медал вот эти с деревьев собрать два ведра собрал на улице цыганки сидят там в городе прям вот так вот ореховое дерево они там срывает их тут же лущит и продают тут же у них руки все какой там цвет становится забыл уже наш йод там руки цвет менять потом я в школе был когда первое сентября орехи висели и во дворе никто их не торопится а я помню мы когда в стамбул первый раз приехали в 97 году с улицы люди заходили и мы там где вот султанахмет район это в этих и гробницы прочим и заходили орехи сбивали и кушали пожалуйста вот то же самое мы когда-то севастополь ездили после девятого класса и вот эти у них червы как там черешня блин на каждом шагу как ссор какой-то там пожалуйста но у нас что не знаю я у нас что здесь у нас яблоки есть на проспекте они на земле прям там рассыпанные но и они никто их не ест в тоже в городе эти яблоки то будет есть у меня на родине в оренбургской области на границе казахстана там относительно там нормально можно есть яблоки селекции когда шла сейчас я в прошлом году побывал и несколько штук там сорвался дерево ничего вполне некоторые еще можно есть забросили вроде как капитализм пришел я там ругал значит тот период а сейчас надо ругать капитализм почему никто этот сад не приватизировал не стал яблоки выращивать здесь татарстане солнце то поменьше природа скупее больше а там все-таки на границе казахстаном соль и лецкий едете ведь такая жара стоит яблоки никому не надо да потому что как это называет у нас логистика логистика за океаном телушка-полушка до рубль перевоз вот так и получается нашем селе например короба держали бы везде бы продавали в райцентр когда ты говоришь при балтике приезжали масло покупали там даже почему бы не купить нет все смешалось доме обломал и вот я все перемешала сейчас какой-то логики нету человек думает я буду своим трудом вот я сейчас со смехом смотрел любить по-русски в деревню поехали на что они там жили он же пенсию что ли получали что-то я не понял на что они там собирались жить в этой деревне то каждый там хозяйством хутор значит и там уж конечно сюжет надо обязательно обострить да 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 как же без этого и 2 иногда 2 и иначе вторая часть бы она бы вообще бы было как сказать и к силу не горду оказывается там можно сделать лечебницу там грязи лечебной вот из-за этого там у них вопрос возникли в конце первой самой части вот этой потом депутатство потом с белоруссии вдруг и уже сюжетная линия такая обнищала истощилась и решили значит вот там как он матвеев что ли актер и белорусский там это погранича там значит его знакомые какие-то сотрудничества с ними замутили короче в целом смотреть можно но какой-то основы нету реальной мало верится чтобы уехали куда-то далеко и на что там жить там джигурда спасает галина польских спасает фильм раков спасает вот матвеев там вот эти актеры спасает фильм а так что он там конечно ничего сейчас вон полно езжайте кирск область там куда да вон полно это мне кажется это надумано как-то было советская власть конечно своей системой она как-то держала все скрепы сейчас вот смысл есть или нет вот говорить о том что я подумал свое время вот сейчас фильмы показывает и как-то говорят вот там что-то там были довольны все было хорошо а потом стало плохо а потому что при я думаю вторую часть что ли сделать специально про это или сейчас рассказать вот я не знаю как разговор это как у нас отнесутся пожалуй сделаю сейчас вторую часть ну ну какой смысл тоже коротко могу сказать что в то время народ жил в основном селах подавляющее большинство при сталине 90 процентов наверное если не больше а может быть где-то около этого и они горд снабжали колхозы просто это из них выдавливали продукты отнимали и они по сути подневольные все были поэтому городах что-то было еще а потом когда новые правители пришли и паспортная систему появилась паспортной системы как там до паспорта стали получать все в города ринулись и в колхозах работать некому стало и все и снабжение ухудшилось вот вкратце допустим а почему непонятно у нас что не растет что ли вот вот у нас нашем селе например вот я видел что даже десятки тысяч голов коз держали пуховых и на фабрику пуховых платков и себя не оправдала что ли потом стали закупать эти козы все истребили фабрика продолжала действовать в оренбурге из волгограда получали а потом мне сказали что из китая пух завозят и фабрик еще в оренбурге и работает но зерно тоже тоже например саратовская область оренбургская область они выращивают сильную твердую пшеницу с высоким содержанием клейковины ценится пшеницы в в италии покупают с удовольствием чтобы макароны гнать там спагетти что лишь что там потом даже беларусь их закупает и вот я в магазине у нас мы берем беларусь и там и флажочек италии видно вот остальные нет остальные фуража и зерно гонят но эта тема уже другого разговора я просто начал говорить о том что вот к сожалению географическое положение не у нас не располагает к тому чтобы аграрная сектор развивать и территории огромной территории из-за этого логистика а дороги у нас неважные америка там железной дороги буквально все там живого места нету несколько порядков даже этот на порядок ли как говорят там больше железных дорог то сеть железных дорог а у нас нет и логистика страдает жутко и все вот это все причина одна из причин пожалуй главное все ладно пожалуй на этом можно завершить просто решил посетовать вот на ситуацию почему у нас вот солнце есть земля есть достаточно плодородные а на выходе увы кошкины слезы все доброго спасибо за внимание